как витамин D снижает риск развития рака. Витамин D, также известный как солнечный витамин, представляет собой группу жирорастворимых сеть астероидс, которые имеют широкое распространение действия по всему телу. Этот витамин отвечает за увеличение кишечной абсорбции кальция, железа, магния, фосфат и цинк. Он укрепляет иммунную систему, уменьшает воспаление, регулирует множество клеточных путей, способствует росту клеток, поддерживает нервно-мышечные функции и многое другое. Витамин D играет важную роль в предотвращении и лечении различных видов рака. Более высокие уровни витамина D, специфические сыворотки 25-гидроксивитамина D, связаны с соответствующим уменьшением риска рака. Поддержание необходимого уровня витамина D может помочь предотвратить по крайней мере 16 различных видов рака, включая рак молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы, яичников, простаты и мочевого пузыря рака. Вот взгляд на роль витамина D и его влияние на различные виды рака. Раковые для которых наиболее человека имеются данные являются колоректальный, рак молочной железы, предстательной железы, рак поджелудочной железы. Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что более высокие уровни потребления или крови витамина D связаны с пониженным риском развития колоректального рака. Витамин D является имя, данное группе жирорастворимых прогормонами, вещества, которые обычно имеют малогормональной активностью сами по себе, но что тело может превратиться в гормоны. Витамин D помогает организму использовать кальций и фосфор тела, чтобы сделать крепких костей и зубов. Кожа подвергается воздействию солнечного света может сделать витамин D и витамин D также могут быть получены из некоторых пищевых продуктов. Дефицит витамина D может привести к ослаблению костей, называется рахито-ДТ и остеомолицию взрослых. Две основные формы витамина D, которые являются важными для человека, являются витамин D2, или эргокальциферол, и витамин D3, или холикальциферол. Витамин D2 производится естественным образом растениями, и витамин D3 производится естественным путем, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетового излучения в солнечном свете. Обе формы преобразуются в 25 гидроксивитамина D в печени. 25 гидроксивитамина D затем проходит через кровь к почкам, где он дополнительно модифицирован для 1,25 гидроксивитамина D, или кальцитриол, активной формы витамина D в организме. Наиболее точный метод оценки состояния витамина D человека является измерение уровня 25 гидроксивитамина D в крови. Большинство людей получают по крайней мере, некоторые из витамина D они нуждаются под воздействием солнечного света. Диетические источники включают несколько продуктов, которые, естественно, содержат витамин D, такие как жирная рыба, рыбий жир и яйца. Тем не менее, большинство диетических витамин D поступает из продуктов питания, обогащенных витамином D, таких как молоко, соки и сухие завтраки. Витамин D также может быть получена с помощью биологически активных добавок. Немодифицируемых факторы риска включают Пол Быть женщиной является основным фактором, который увеличивает ваши шансы на развитие рака молочной железы. Мужчины также могут развиться рак молочной железы. Возраст Риск развития рака молочных желез увеличивается, как вы становитесь старше. Генетика Некоторые рака молочной железы связаны с имеющей необычной формы некоторых генов, таких как БРЧ-1 или БРЧ-2. Семейная история рака молочной железы Если у вас есть кто-то в вашей расширенной семье, который имеет рак молочной железы, у вас больше шансов получить его. Расы и этнического происхождения Белые женщины более склонны к развитию рака молочной железы. Женщины, которые начали менструации рано, до 12 лет, имеют более высокий риск развития рака молочной железы. Витамин D и рак молочной железы Рак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака, диагностированных у женщин во всем мире. Антиканцерогенный эффект витамина D из-за его участия в регуляции клеточной пролиферации, дифференцировке и апоптозе в нормальных и злокачественных клеток молочной железы. Низким уровнем витамина D в сыворотке крови и в течение нескольких месяцев, предшествующих диагноз может предсказать высокий риск рака молочной железы в пременопаузе. На самом деле, риск в три раза выше у женщин, которые имеют крайне низкий уровень витамина D в сыворотке крови. Пациенты, страдающие раком молочной железы с высоким уровнем витамина в крови, более вероятно, чтобы пережить болезнь, чем у пациентов с низкими уровнями. Это предотвращает рост опухоли и удерживает его от расширения ее кровоснабжения. Именно по этой причине для лучшей выживаемости у пациентов, у которых витамина D в крови уровни высоки. Витамин D и рак толстой кишки Рак толстой кишки, также известный как колоректальный рак или рак толстой кишки, является третьим наиболее распространенным видом рака в Соединенных Штатах. Достаточное количество витамина D в организме может помочь предотвратить и уменьшить риск этого вида рака. Солнечный витамин помогает регулировать рост клеток, бороться с воспалением и предотвратить раковые клетки от распространения. На самом деле, было установлено, что диагноз рака толстой кишки и смертность являются самыми низкими в Штатах с наибольшим средним солнечным излучением. Витамин D может снизить риск развития рака толстой кишки путем улучшения дифференцировки и апоптоза и уменьшения пролиферации, инвазивности, метастатический потенциал и ангиогенез. В исследовании отмечается, что даже в большей степени связано со снижением риска развития рака прямой кишки. Группа клеток иммунной системы под названием Т-лимфоциты, или Т-клетки, которые могут опухолевые клетки мишени и ограничивает их рост. Они обнаружили, что высокий плазменный 25-гидроксивитамина уровня D связан с более низким риском развития колоректального рака с интенсивной иммунной реакцией, поддерживая роль витамина D в иммунной профилактике рака путем взаимодействия с опухолью хозяина. Кроме того, высокие уровни витамина D может улучшить ответ на химиотерапию и целевые противоопухолевых препаратов у пациентов с распространенным раком толстой кишки. Витамин D и рак легких Рак легких является второй наиболее диагностировали рак. И мужчины, и женщины страдают в равной степени, и это вызывает около 27% всех случаев смерти от рака. Регулярное пребывание на Солнце Чтобы помочь организму вырабатывать витамин D может помочь снизить уровень заболеваемости раком легких и в результате смерти. На самом деле, люди, живущие на более высоких отметках, менее вероятно, страдают от этого вида рака. Витамин D помогает блокировать рост раковых опухолей, благодаря форме витамина D называется кальций-триола, который помогает питанию предел крови к опухоли, тем самым предотвращая его распространение. Биомаркеры и профилактика проанализированы различные исследования и предположил, что, хотя не существует общего связь между уровнем D25-гидроксивитамина и риск развития рака легких, вышециркулирующие уровни витамина D в организме может помочь снизить риск. Витамин D и рак поджелудочной железы Люди, живущие в теплых, солнечных климатических условиях могут иметь более высокий риск развития рака кожи немеланомного, но значительно более низкий риск развития рака поджелудочной железы. Существует потенциальная роль витамина D в патогенезе и профилактике рака поджелудочной железы. На самом деле, уровень витамина D, как представляется, прогностическим для пациентов с распространенным раком поджелудочной аденокарциномы. Витамин D и рак простаты Рак предстательной железы является очень распространенным явлением, особенно у пожилых мужчин. Эта часть там можно успешно лечить с витамином D. Рак предстательной железы, которые были на гормональной терапии показали большие улучшения в лечении, когда дополняется 25 гидроксивитамина D. Прием витамины D добавки могут замедлить или даже обратить в спят прогрессирование менее агрессивной, или низкосортных, опухоли простаты без необходимости хирургического вмешательства или лучевой терапии. Витамин D и рак мочевого пузыря Рак мочевого пузыря составляет около 5% всех новых видов рака. Это четвертый наиболее распространенный формой рака у мужчин, но это менее часто встречается у женщин. Она обычно поражает пожилых людей, хотя это может произойти в любом возрасте. Эффект витамина D, кальций триола, на переходноклеточного рака мочевого пузыря в пробирке и в естественных условиях. Результаты показали, что кальций триол ингибирует пролиферацию и индицирует апоптоз в опухолевых клеток мочевого пузыря человека в лабораторных условиях и может иметь терапевтический потенциал при раке мочевого пузыря. Высокий уровень витамина D является эффективным в защите против рака мочевого пузыря. Увеличение диетических или дополнительного приема этого витамина, или через контролируемое увеличение солнечного воздействия, может быть полезным с точки зрения профилактики и лечения рака мочевого пузыря. Дополнительные советы. Важно, чтобы ваш витамина D в сыворотке крови проходит каждые 6 месяцев. Уровень должен составлять от 50 до 70 нанограммов, МЛ для оптимального здоровья. Основным источником организма витамина является солнце. Таким образом, разоблачить ваше тело, чтобы ранним утром солнечного света в течение 10 до 15 минут ежедневно без солнцезащитного крема. Некоторые отличные пищевые источники этого витамина являются рыба, рыбий жир, яичные желтки и укрепленные молочные и зерновые продукты. Вы также можете принять дополнение витамина D после консультации с врачом. Есть также некоторые вещи, связанные с своих выборообраза жизни, которые могут увеличить вероятность развития рака молочной железы. Модифицируемые факторы риска включают в себя беременность и кормление грудью. Женщины, которые не имеют детей или тех, кто не кормит, грудью своих детей, подвергаются большему риску. Беременность и кормление грудью уменьшают количество менструальных циклов в жизни женщины, которая может уменьшить риск развития рака молочной железы. Долгосрочный контроль над рождаемостью. Женщины, которые используют оральные противозачаточные таблетки на протяжении большей части своей жизни имеют несколько более высокий риск развития рака молочной железы. Гормональная терапия. Использование комбинированной гормональной терапии с эстрогена и прогестерона в течение более двух лет увеличивает риск развития рака молочной железы. Потребление алкоголя. Хроническое употребление алкоголя может также увеличить вероятность развития рака молочной железы. Избыточный вес или ожирение. Те, кто имеют избыточный вес или страдают ожирением имеют больше шансов на развитие рака молочной железы. Неадекватное упражнение Те, кто живет малоподвижный образ жизни имеют повышенный риск развития рака молочной железы Сигаретный дым, длительное курение или воздействие пассивного курения повышает риск развития рака молочной железы